Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я расскажу вам в какие видеоигры можно поиграть со своей второй половинкой. Да, бывает такое, что у вас есть вторая половинка, а именно девушка или жена, и она как-то холодна к играм. И совершенно с вами не играет, убеждая вас, что она не умеет и ей не интересны игры. Казалось бы, все потеряно и вы обречены играть без нее, но на самом деле это не так. Просто к девушке нужен особый подход и определенные игры, в которые ей интересно было бы играть. В этом видео я расскажу о играх, которые будут по душе многим девушкам. Все игры, которые я перечислю, являются кооперативными играми, в которых можно играть на одной консоли при помощи двух геймпадов. А также список игр является моим личным списком, который я советую вам. Но если вы вдруг знаете еще какие-нибудь видеоигры, в которые можно поиграть со своей девушкой, то пишите об этом в комментариях. Давайте начнем. А начнем мы с игр, которые будут по силу любой девушки, даже той, которая впервые видит игровую пристав. Первой такой игрой станет игра под названием Chariot. Этот инди-проект представляет собой кооперативную головоломку, которая рассказывает о том, как принцесса и ее верный жених таскают за собой гроб, в котором труп короля. Да, романтикой тут, конечно, не пахнет, но поверьте, игруха хорошая. Просто не говорите своей девушке, что это гроб, пусть для нее это будет красивый сундучок. В ней вы должны будете играть все время сообща, тягая этот сундук на колесиках по сложным местам. Кто-то тянет, кто-то прыгает, а кто-то поддерживает и так далее. В общем, игруха прикольная. Второй инди-игрой станет The Heroes, который вам предстоит сражаться плечом к плечу со своей девушкой против плохих роботов. Да, игра не особо интересна, но она поможет вашей девушке понять управление, понять геймпад и понять, что к чему. Levers in El Dangerous Space Time. Это уже более сложная игра, которая требует особой внимательности и понимания ваших действий. В игре вы летаете на космическом корабле, который разделен на отсеки. Один отсек отвечает за движение, другой за защиту, а остальные за атаку и прочие действия. Как несложно догадаться, в игре придется играть сообща и отвечать за нужные отсеки. Кто-то двигает корабль, кто-то его защищает. Игра генерирует довольно прикольные ситуации, в которых вам нужно быть одним целым и довольно быстро реагировать на внешние ситуации. Overcooked. Это, пожалуй, одна из топовых игр, в которые можно поиграть вместе со своей половинкой. Ведь многие девушки любят готовить, а это вам только на руку. Игра представляет собой симулятор кухни, в который нужно готовить суп, бургеры и другую еду. Геймплей простой и довольно веселый. Из каждой новой миссии добавляет вам сложность и интересность во весь этот процесс. По этой игре я даже записывал геймплей вместе со своей девушкой, поэтому посмотрите, если не верите, что игруха веселая. Также к играм, в которые сможет поиграть даже самый Нубик, я отнес все игры серии Лего. Не буду говорить о каждой, ибо у всех разные вкусы. Игр от этой серии довольно много, и все они довольно прикольные и интересные. А самое главное, не требует больших усилий, чтобы пройти тот или иной уровень. Если же у вас помимо двух геймпадов есть сенсор Кинект, то я бы посоветовал приобрести любую игру серии Just Dance, ибо это реально клевая и веселая игруха. Прикол в том, что в данной игре есть много песен, в которых нужно поднять своего партнера, погружиться с ним или как-нибудь взаимодействовать. А это очень здорово придает атмосферу и веселье в танце. Кроме Just Dance, вы также можете попробовать игру под названием Kinect Sport Revals. На самом деле, там классный только боулинг. Это, пожалуй, единственный клево сделанный вид спорта в этой игре. Помимо этих игр, хочу выделить игру под названием Fru, в которой вам предстоит провести маленькую девочку на противоположную сторону, используя свое тело. Один игрок играет через геймпад, управляя той самой девочкой, но ваша девушка пусть будет тенью, которая будет помогать девочке пробраться через препятствия. Мы прошли эту игру полностью и остались просто в восторге от нее. Парням с более скилловыми девушками я посоветовал бы поиграть в пятую и шестую часть серии Resident Evil и в четвертую часть Gears of War, ибо в этих играх есть женские персонажи, плитскрин и прикольные кооперативные моменты. Помимо этого, можно поиграть в серию Left 4 Dead, благо Xbox One позволяет запускать старые игры от Xbox 360 или в какой-нибудь зомби-режим какой-нибудь колды. Также, если вспоминать игры от Xbox 360, я бы посоветовал бы поиграть в Fable 3, ибо это реально атмосферная и в то же время какая-то ламповая игра. Да, в ней второй игрок не особо нужен, но игруха все-таки прикольная, так как можно купить свой дом, прокачиваться и искать себе приключения. Все игры на вкус и цвет, и возможно, не все перечисленные игры подойдут именно вашей девушке, но какая-нибудь из них точно зайдет. Я не вносил в список Tekken, Mortal и прочие видеоигры по причине того, что имея хороший скилл, вам будет неинтересно играть вместе со своей девушкой, и ей будет не очень приятно все время проигрывать. А в тех играх, которые я перечислил, во всех из них есть кооператив, возможность играть по одну сторону, а самое главное, в них есть взаимодействие с другим игроком, чтобы достичь общей цели. Ибо девушкам нравится именно тогда, когда они чувствуют себя нужной, и во время игры ее не забывают. Я надеюсь, что вам пригодится данный список игр, и вы в них будете играть вместе со своей любимой половинкой. Если понравился список игр, ставь палец вверх, подписывайся на канал, а также пиши в комментариях, какие игры вы играете со своей половинкой. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!